Чтобы мужчина не изменял, нужно обрабатывать его, не пилить, а именно разговаривать. Мужчину нужно уметь эмоционально держать, разговаривать с ним, поддерживать, играть, выглядеть так, как ему нравится, быть немного таинственной, раскрываться не полностью. В каких-то моментах мужчина должен женщину не до конца понимать. Поймите, человек, которого вы любите, не ваша собственность, он не может быть идеальным, как в женских романах, и иногда он будет косячить. Если вы всю жизнь будете помнить только плохое, не сохраняя и не культивируя хорошее, ваши отношения обречены. Меня, наверное, сейчас возненавидят все женщины, но я считаю, что такое надо простить. У женщин есть такая черта, они все воспринимают на свой счет. Если мужчина что-то сделал, это со мной что-то не так, сразу думают о них. Но просто у мужчины такая физиология, его таким создал Бог. Даже самым красивым топовым звездам изменяют. Это о чем говорит? Просто мужчина это мужчина. Значит, в голове еще не пришел, что семья это главное. Но я однозначно считаю, что в паре должны работать оба, не только женщина. Как мужу вашему работать, я тут не буду советовать. Если дорожит вами, сам поймет, что нужно делать. А вы, если хотите простить, значит считаете, что даже при таких обстоятельствах он достоин вас, он ваша судьба. Если не сомневаетесь в этом, тогда послушайте. Что касается верности измен, тут женщина уберечь себя никак не сможет. Мужчина должен сам к этому прийти. Жизнь постоянно подкидывает возможности и чаще всего мужчина ими пользуется. Все люди совершают ошибки, идеальных нет. Женщины и мужчины вообще по-разному воспринимают измену. Для женщины, даже для физической близости, важны какие-то чувства. А для мужчины нет. Есть тело, не обязательно даже знать, как тело зовут. Есть возможность и вперед. Стоит ли такое считать женщине изменой? Да, это неприятно, но если в отношениях у вас все было идеально и не было серьезных проблем, и вдруг такое случайно происходит, стоит ли из-за такого все ломать?